Приветствую вас, аноним. Ваш муж ревнует к вашему прошлому не просто так. Он ревнует к вашему прошлому, помимо, конечно, того, что у него есть неуверенность в себе и есть, в общем-то, страх, что вы действительно его бросите, а хоть вы ему это не демонстрируете, хоть вы действительно к нему искренне относитесь, вот, но у него действительно такой страх присутствует, безусловно, что вы можете его бросить. Помимо этого он ведет себя так, в том числе, потому что вы в какой-то степени, в глубине души, вы с ним согласны. Вы согласны с ним в том, что он, ну, в какой-то степени, наверное, справедливо вас обвиняет. То есть вы сами можете корить себя за то, что у вас было. Вы сами можете себя обвинять. И если вы себя обвиняете им, если вы на самом деле чувствуете себя виноватой, то муж будет так себя вести. То есть если вы чувствуете себя, если вы чувствуете виноватой за то, что у вас были отношения, если вы можете позволить себе, условно говоря, не общаться со своими, ну, подругами, из-за этого, если вы можете позволить себе, там, какие-то вещи, да, то, естественно, человек будет вас при... ну, как-то вот... притеснять. Вот. Просто потому что, почему бы и нет, если вы сами, по факту, по факту, сами ему позволяют это сделать. Вот. Именно позволяете сделать тем, как себя ведет, как себя относится. Вот. То есть речь идет о чем? Речь идет о заниженной самоцеркви вашей. И о том, как мужчина ее, ну, вам озеркаливает. По факту. Вот и все. И, соответственно, как только вы перестанете чувствовать себя виноватой за то, что у вас было. Как только вы, значит, перестанете считать, что ваш муж прав в том, что он говорит, ну, относительно... относительно вас, например. Вот. Как только вы перестанете с ним соглашаться, вот, в том, что он говорит, то ситуация начнет постепенно нормализовывается. Вот. Ситуация начнет постепенно, ну, постепенно поправляться. Вот. Потому что он просто не будет получать от вас того, что получает сейчас. Вот. Сейчас он получает от вас. По большому счету чувство вины. Вот. К сожалению. И это самое чувство вины, оно дает ему возможность, ну, вести себя, вот, с вами, таким образом. Вот. В этом и вся суть вашей ситуации. Вот. Пусть... Может быть вам это неприятно. Даже вам это может быть неприятно. Ну, неприятно вам это осознавать. Неприятно это... Может быть... Чувствовать. Вот. Но, тем не менее. Это так. Вот. Ну, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Что-то могу, могу вам ответить. Вот. А, значит. Опираюсь на то, что вы пишете. Дальше. Значит. Вы пишете общение с ним не приносит уже никакого удовольствия и легкости. Ну, здесь в какой-то степени присутствует... Желание получать отношений. То есть я бы здесь спросил вас о том, какие основания для отношений, что вас объединяет. Вот. С мужчиной. Потому что... Есть у меня такое ощущение, что... Что... Возможно... Возможно... Объединение... Объединяет вас достаточно мало. Высший. Вот. Хотя, конечно... Ну, хотя, конечно, в этом я не уверен. Ну, тут нужно исследовать. Тут нужно исследовать. Нужно смотреть. Какой человек. Потому что вы терпите такое отношение к себе. Вот. Позволяете... Ну, позволяете мужчине так к себе относиться. Вот. Вот. И... Мне очень... Понятно. Почему... 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 Да? И плюс еще... Хотите, чтобы... Человек... Вероятно... Ну... Как-то вот... Изменился, да. То есть стал... Ну... В какой-то степени... Другим. Вот. То есть поменялся по факту. Вот. Ну... Я боюсь... Что... До тех пор, пока вы... Как сказал мой коллега... До тех пор, пока вы... Сами не изменитесь... А... Он не изменится с вами. Вот. Вот. Все. Я имею ввиду человек. Вот. Дальше. Так. Значит. В начале наших отношений я ему рассказал. Что раньше был гражданский муж и отношения продлились совсем мало. На все он ответил эту прошлую экспертизу и в ревности почти пристал общаться с подругами. Ну, во-первых, эээ... Здесь один из важных моментов заключается в том... Когда и как... Все изменилось. Вот. Все стало по-другому. Вот. У него не было ревности, а теперь она появилась. То есть, опять же, я не думаю, что это произошло... Как-то вот... Ну... Внезапно. Я думаю, что это... Произошло... Ну... 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 Происходило... А... Постепенно. Вот. И... Задача... Понять... Как... Как... Как это происходило. Вот. Как происходило и... И... Как образовывало... Такое... Ну, и здесь вы перекладываете свою ответственность за то, что он не общается с подругами на него. Что, в общем-то, является весьма деструктивной историей, потому что... Получается, это он виноват в том, что вы перестали общаться с подругами. Но по факту... Соглашняетесь и делаете это вы. И... И у вас на это есть причины. У вас на это есть основание. Вот. Мотив. С этим тоже нужно разбираться. А... В целом... Сейчас ваши отношения выглядят так, как будто вы... Ммм... Пытаетесь искупить грех за предыдущий. И я понимаю, что это неприятно. Но... Чтобы этого не было... Если вы хотите, чтобы этого не было... Давайте все-таки... Постараемся... Ситуацию... Поправить. Давайте все-таки постараемся... Разобраться в ней. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.